Друзья, коллеги, привет! Сейчас мы вам покажем небольшой обзор по доработанной лодке Волжанка 54 Legend Fish Pro. Это модель, которая была выпущена в 2017 году. Прошла соревнования PAL различными экипажами, другие различные соревнования прошла. И в итоге появилась серийная модель, доработанная, которую мы вам сейчас покажем. Пошли посмотрим. Из основных доработок, то что здесь сделали транец под X-ногу, соответственно, больше ничего пока не поменялось. Здесь развиты держатели площадки для установки рыбопоисковых датчиков. Здесь добавили специальную конструкцию карман, в которой устанавливается помпа забора воды для аэратора. И на малой скорости это позволяет более эффективно забирать воду с этой стороны. Днище у нас не поменялось. Также две пары риданов, которые идут на днище. Длина корпуса 5,4 метра. Транец такой же хороший, массивный, с втулками. Втулки, да, оставлены. Значит, установлена заливная горловина. С вентиляции сразу же топливного бака там установлен у нас, соответственно, на корме у нас идет рундук под аккумулятор. Даже здесь можно сейчас поставить два аккумулятора, его расширили. Выключатель массы, колодка предохранителей. Немножко надо будет, конечно, дорабатывать для профессиональной серии. Вот, а здесь у нас идут комикс, соответственно, сухой рундук считается и слив. Все это и есть на этой лодке. Значит, самое интересное, наверное, из доработок это здесь. Две автоматические помпы стоят дублирующие. Соответственно, дальше у нас заливная помпа, подающая циркуляционный насос и помпа для аэратора. Все удобно, доступ хороший, рукой дотянуться можно, если что-то обслужить. Технологический люк, соответственно. Так. Что здесь еще из-за интересного? Во-первых, здесь увеличили топливный бак до 175 литров по просьбам желающих и страждущих. И доработали в основном боковые рундуки, ниши под спиннинги. Сейчас покажем. Значит, естественно, оккультурили все это, завулицевали. Уже смотрим. Все очень аккуратно. Здесь идет держалка под спиннинги. Соответственно, две палки здесь, две палки с другой стороны. Ну, в общем-то, места здесь для коробочек много всяких разных. Некоторые говорят, что необходимо поставить, наверное, здесь еще дополнительную вентиляцию. Ну, в общем-то, наверное, да, можно будет попробовать в этих рундуках поставить некие решетки для вентиляции. И с обратной стороны, помимо американского материала Синтек, то, что снаружи идет, с обратной стороны лежит, скажем так, пенка, которая не позволяет в воде капать именно в рундуке. Ну, и очень комфортно. Фанеру-то не видно никакой. Все очень даже здорово. Так, из кормовой палубы здесь идет один большой, наверное, прямоугольный рундук. Как раз его так же доработали. То есть он сквозняком. Можно обслужить, если вдруг понадобится, датчик топливного бака. Ну, здесь уже, кстати, решетка вентиляции установлена. Вот эти решетки вентиляции установлены. Значит, на сиденьях накладки съемные. То есть можно убрать. Если вы их убираете, складываете, у вас здесь остается место для того, чтобы положить одну, две, три коробки. Сколько хотите. Если вы используете лодку, например, не вчетвером, а вдвоем. Ну, и опять же-таки монтаж происходит достаточно оперативно, быстро. Ну, и в корме также размещен аэратор. С доработанной штукой перелив. Что самое интересное, то есть такая трубочка либо сливная, либо это у нас перелив. Вот такая вот труба полиэтиленовая, пропиленовая. И у этого аэратора два контра-аэрации. Так, поехали. Вся фурнитура, это нержавейка полностью. В дальнейшем, наверное, по желанию людей здесь будут ставиться замочки, если необходимо. То есть эти ручки будут с замками. Такая идея на заводе была. Ну и, соответственно, наши петли, которые, скажем так, нано-петли. То есть они не торчат. Опять же, это была доработка. Так, ну, что еще из, наверное, интересного. Центральные рундуки. Немножко перекомбинировали дверцы. Вот такие вот центральные, большие. Соответственно, с комиксами тоже считаются сухими. Это сухие рундуки с вентиляцией, с крышечками. Все очень аккуратно. Все здорово. Так, здесь можно положить, опять же, коробки. Либо поставить пару-тройку аккумуляторов. Дополнительное оборудование всевозможное. Какое-то можно поставить. Значит, еще один рундучок, куда точно влезет два аккумулятора. И отсюда прямая дорога к носовому электромотору. И технический люк для обслуживания переднего левела аэратора. Здесь, соответственно, помпа, проводка. Все внутри аккуратно уложено. Можно показать. Так, есть. Значит, в консоли. Консоли, опять же, доработаны. Под установку двух приборов, наверное, 12-дюймовых. Либо там девятка, двенашка. Гидравлическое рулевое управление стандартное в базе идет. Здесь консоль доработана каким образом? Во-первых, убраны все висящие там провода. Если они там раньше где-то были, если у вас будет много оборудования. То есть здесь идет такая полочка. Тоже обрамленная, упакованная в материал Синтек. И там идет тоже полочка. Надеюсь, что будет хорошо видно. Здесь идет полочка, которая тоже... Контур, край этой полочки зашит в материал. В принципе, обрезаться очень сложно. Ну и небольшая полочка, какую-то молочевку. Места в ногах достаточно, как и в предыдущих, естественно, моделях, прототипах. Назовем это так. Пассажирская консоль, соответственно, она большая. Большой перчаточный ящик. Все края упакованы в специальный материал защитный. Опять же, не порезаться ничего. Здесь можно поставить пару прикуривателей. В общем, при желании можно поставить дополнительно какой-то эхолот, если он необходим для спортивной рыбалки. Поручень. Ну, ноги можно вытянуть. Слайдера в базе нет. Поставить можно. Ну, метр девяносто здесь точно, наверное, поместится человек, я так предполагаю. Стекло стандартное осталось с предыдущих лодок, которое, в общем-то, зарекомендовало себя только на с лучшей стороны. По носовой части изменений немного, но покажем, наверное, основные, которые произошли. Убрали дверцу. Проход стал более широкий. Убрали эту дверцу. И в настоящий момент используется вот такой вот бронз-щит. Тряпочный. На наш взгляд, достаточно удобно и практично. Застегнули быстро. Дверцу закрыли. И погнали. Так, в носовой части рундуки полностью сухие. Здесь идет аэратор. Такой же с переливом. С такой же трубочкой. Нано трубочкой. 25 на 2,3. Класс ХВ. Поток ТК. Два контура. Носовые рундуки. Комикса. Соответственно, сливные все сливается. Палуба передняя самая отливная. Никакой воды здесь не будет. Все очень практично. И опять же таки, всю фанеру убрали. Теперь здесь с обратной стороны пенка. Очень симпатично получается. Нету вот этой торчащей фанеры везде. Ну и носовой якорный рундучок. Я бы тоже назвал его, наверное, якорным. Здесь две бутылки масла лежит. Олейно. Нет, безымянно брендированного. Наверное, под гидравлику. Ну и носовой треугольник, на котором сейчас мы поставили просто электромотор. Просто положили. На самом деле сюда устанавливается лебедка, электромотор, розетка под камеру GoPro, если необходимо. Здесь часть специально, кстати, для пользователей облегчена. Здесь нет заклепок, здесь стоят, идут винты. И эта площадка, крышка декоративно достаточно просто и быстро демонтируется. И есть доступ под установку как раз носового электромотора. Думаем, что, наверное, будет разумно здесь поставить какое-то усиление, если у вас здесь будет очень много оборудования. Ну и стандартно в 54-х лодках будут идти у нас вот такие вот швартовые утки. Очень компактные, травмобезопасные. По нашему общему мнению, достаточно надежные. Ломаться здесь особо нечего. И на всех сериях FISH PRO 46-я, новых моделях, которые будут идти, планшер, который как раз у нас идет с Т-Пазом. Куда можно поставить различные дополнительные оборудования, как на американских катерах. То, что как раз Волжанка задала этот тренд определенный. Мы здесь можем поставить какие-то переходнички, даунригеры, держатели, подстаканники, держатели-воблеры. И прочее, 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 кушать всякого разного оборудования. Повторимся, носовая палуба, она самая отливная. Ну, размеры у нас есть и на сайте. На нашем сайте, на сайте производителя. В общем-то, что здесь можно сказать? Ну, удобно, хорошо, очень удобно. Ну, наверное, все. Вот такой вот небольшой обзор обновленной лодки Волжанка 54 LegendFish PRO. Серийная лодка. То, что как раз и будет продаваться в 2018-2018 годах. Едем дальше, смотрим. Подписывайтесь на наш канал. Получите много позитивных эмоций. И интересного видео. Пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok